В программе Connecting Cultures Героиня сегодняшнего выпуска, представительница уйгурского народа, Гузель Розеева. Гузель – прекрасная жена и мама, она не устает делиться с подрастающим поколением культурой уйгурского народа. Сегодня она подробно расскажет о традициях своего народа и схожих чертах казахов и уйгуров. Я Гузель Розеева, я представляю уйгурский народ. Мои предки переехали в Казахстан около двух веков назад, поэтому мы считаем себя казахстанцами. Мой дедушка называет себя местным, потому что уже много лет живет здесь, в Казахстане. Моя родина – поселок Щелек. Я родилась и выросла там, мне 36 лет. После окончания школы приехала в Алматы и отучилась в Казахском национальном медицинском университете по специальности педиатрия. Сейчас я мама троих детей. Последнее время в основном занимаюсь общественной работой. Поселок Щелек в Энбекши-Казахском районе, Алматинской области – место, объединившее представителей разных национальностей. Эта местность завоёвывает сердца людей красивейшими пейзажами и чистым воздухом. Гузель с теплом в сердце вспоминает детские годы, проведённые в казахском ауле. Когда я вспоминаю своё детство, у меня наворачиваются слёзы от того, насколько счастливы и хорошо оно прошло. Щелек – очень интересное место. Наша улица там – это маленькая модель всего Казахстана. Потому что там жили и казахи, и уйгуры, и русские. Жили дедушки-немцы и украинские бабушки. Ещё там жили греки. И все жили дружно, в мире и согласии. Делились радостями, питались одним хлебом и пили воду из одного родника. Это такие замечательные воспоминания. Сегодня Гузель – мать троих детей. Она передаёт им то, чему её учили когда-то родители. А они, в свою очередь, напутствовали дочери не только традиционные человеческие ценности и воспитывали в ней любовь к языку народа, среди которого они живут. Я не могу сказать, где и когда выучила казахский язык. Я на нём говорю, сколько себя помню. В силу того, что я хорошо знаю свой родной уйгурский язык, то и на казахском мне говорить очень легко. Потому что мы, братские народы, относимся к тюркской языковой группе. Моя мама 40 лет преподавала русский язык и литературу в казахской школе. Несмотря на то, что сегодня она на пенсии, продолжает без устали доводить им качественные знания и правильное воспитание. А папа всю жизнь проработал среди казахов. В Казахстане проживают свыше 200 тысяч уйгуров. Так как казахи и уйгуры являются братским народом, то у них много общего. У наших народов очень много схожего. Отношение к жизни, отношение к религии. У нас похожие языки. И, конечно же, мы похожи своим гостеприимством. Всегда накроем гостю дастархан. Ещё у нас похожи свадьбы и народные обряды. Конечно, есть отличия, но в целом мы очень похожи. Это, например, и уважение к старшим, и помощь к младшим. Гузаль, которая трепетно относится к казахским обычаям, считает важным обряд тусау-кису – обрезание пут. Хотя у игуров нет такой традиции, Гузаль провела его для всех своих детей, когда они делали свои первые шаги. Мне очень нравится этот обряд. У нас, у игуров, нет такого обычая, но он мне очень нравится, ведь у него глубокий смысл. Перед ребёнком выстилается белая ткань – символ светлого пути по жизни. Перевязывая ноги малыша черно-белой верёвочкой, которую должен перерезать уважаемый человек, родители желают, чтобы у их ребёнка была счастливая долгая жизнь, чтобы не было у него преград и разочарований. А ещё устраивается большой праздник. Всё это мне очень нравится. Казахстан – страна, которая может гордиться сплочённостью своих граждан. Дружба и мир – одна из важнейших ценностей казахского народа, объединяющего более 130 этносов. То, что все народы в Казахстане живут в мире и единстве под одной крышей – это, конечно, наше достижение. Кузель – участница уйгурского танцевального ансамбля «Долан Уйгур». В этом году коллективу исполняется пять лет. За короткое время танцевальная группа выиграла ряд национальных и международных конкурсов. Танцоры «Долана» выступали в Алматы, Нур-Султане, Ташкенте, Бешкеке и Измире и стали популярными. Руководители ансамбля – Бахтияр Имран. Наша цель – сохранить культуру нашего народа и передать её следующему поколению. В нашем репертуаре не только уйгурские танцы. Есть и казахские, узбекские и другие. В составе нашего ансамбля есть представители разных национальностей. У нас много казахов, русских и уйгуров. Хочу познакомить вас с коллективом танцевального ансамбля «Долан» – «Дельнас», «Парман» и нашим руководителем Имраном Бахтияром. Вашему вниманию уйгурский народный танец «Кесе Самоуран». Настоящим культурным наследием для уйгурского народа, является танец с пиалками. Это очень красивый и сложный танец. Ведь исполнительницы должны выстроить на голову пирамиду из чашек и при этом красиво танцевать. Они не приклеены, к тому же наполнены водой. Напоследок мы перебираем пиалки и переливаем красиво воду. Особенность танца «Кесе Самоуран» в том, что его танцуют уйгуры с 12 века. Есть много свидетельств того, что это древний танец. Это картины на стенах Пуча, Куму, Турфан, Деньхуан и других пещерных храмов. Китайские записи также содержат информацию об этом танце. Этот танец исполняют не только женщины, но и мужчины. Но они ставят на голову не чашечки, а самовар, тарелку или чайник. И так танцуют. Этот танец – свидетельство щедрости, доброты и гостеприимства уйгурского народа. Ах куңыл, кунақ жай екендігін сөзсізде дәлелдеп берелады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Традиционная уйгурская одежда богата цветами и красивыми орнаментами. Уйгуры чаще всего шьют одежду из мягких тканей и вышивают, украшают каждую деталь. Сейчас на нас уйгурский костюм. У нас он сценический, а вообще у нашего народа разные виды одежды, в зависимости от того, где они живут. Например, дулан, атуш, хотан, кумул – это все регионы. Если мы возьмем стиль кумул, то здесь изображены цветы. Уйгуров иногда называют весенними людьми. И не зря. Потому что с давних времен этот народ украшал и одежду, и деревянную удварь растительным орнаментом. Уйгуры носят светлую одежду и широкие брюки. У нас есть головной убор – допа. На казахском языке – такия. Например, это называется чимьян допа. Его носят молодые девушки. Это кашгарский стиль. Это коралловы дупа – ручной работы. Все они ручной работы и украшены орнаментом. Культура уйгурского народа очень богата. Даже музыкальные инструменты разнообразны. Уйгуры декорируют их костями и рогами животных, врезают все вручную и гравируют на поверхности дерева. Это наши уйгурские народные инструменты. Это най, а это раба. И оба они являются одними из самых старинных инструментов. Этот относится к струнным инструментам, а най – к духовым. Оба используются в нашей музыкальной традиции мукамах. Оба являются древними инструментами. Это гиджак, или по-уйгурски риджак, возникло в IV-V веках, согласно записям ученого Альфа-Раби. В те времена он был двухструнным. Сейчас реставрирован, обновлен и имеет четыре струны, как скрипка. Соль, ре, ля, ми. Это как кобыс у нашего казахского народа, точнее, прима-кобыс. Такой инструмент используется не только у уйгуров. Он есть и у узбеков, таджиков и туркмен. Также распространён у народов Кавказа под названием кеман. Этот инструмент дутар – струнный инструмент и, пожалуй, является одним из самых важных и древних инструментов. Мы можем сравнить его с казахской дамброй. Этот барабан – один из самых популярных уйгурских ударных инструментов. Все они используются при исполнении такой масштабной музыкальной традиции, как мукам. На исполнение одной мелодии уходит два часа. У нас есть 12 мелодий и 24 часа на исполнение произведения. Я преподаю в этой академии Дулан, преподаю гиджак и скрипку, поскольку Казахстан – многонациональное государство. У нас есть ученики разных этносов, которые интересуются нашей культурой. Это дети из русских, узбекских и турецких семей. Они приходят к нам, и мы их обучаем. Казахстан Сегодня я сделаю вам манты из дрожжевого теста. Ингредиенты, которые нам понадобятся – это мука, дрожжи, вода, растительное масло для теста, а затем мой секретный ингредиент – майонез. Для начинки нам понадобится мясо и джусай. А теперь приступим. Главное – начать с теста. Количество дрожжей. Надо чуть больше столовой ложки. Вода должна быть теплой. Дрожжям надо дать немного времени для активации. Далее добавляем соль. Теперь добавляем немного майонеза с водой. Теперь все перемешаем. Теперь добавляем смесь в муку. В уйгурской кухне есть много видов манты. Они отличаются по начинке и по тесту. Например, вы можете приготовить его на дрожжах с джусаем или с мясом. Можно делать из пресного теста. Туда добавляют тыкву, мясо и лук. Итак, тесто мы замесили. Теперь смажем его растительным маслом, чтобы не сохло. Тесто почти готово. Теперь оставляем на 30 минут. Оно должно подняться. Теперь нарежем мясо. У нас дома любят говядину. Но манты можно приготовить и из баранины. Теперь режем джусай. Джусай. У нас есть шутка. Раз выросла зелень, значит с голоду не умрем. Потому что уйгуры очень любят разные травы. Джусай нарезали. Надо посолить и добавить специи. Наше тесто поднялось. Будем лепить манты. Окей,ありがとうございます. Продолжение следует... Sofort ну вот, я Rotation почти как лук. Лех во две, в домах хитро해� Chicken. главные богатства казахстана это люди невзирая на нацию язык религию и менталитет каждый казахстанец важен а потому на протяжении 30 лет казахский народ объединивший людей самых разных этносов можно назвать самой дружной страной в мире всем нам важно ценить наше единство символ процветания мира и согласия в год 30-летия нашей независимости желаю всему казахстанскому народу чистое голубое как наш флаг небо пусть высоко поднимается флаг казахстана а нас пусть ждут только хорошие новости а